В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Большая перемена. Саровские школьники представляют город на всероссийском конкурсе. Инсайту 15. Клуб волонтеров отмечает день рождения. Третье место среди нижегородских команд. Хоккейный клуб Саров-2009 в призерах областного первенства. Далее расскажем обо всем подробно. Более миллиона старшеклассников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Цель конкурса – дать возможность каждому ребенку найти себя и раскрыть свои сильные стороны. В полуфинал вышли 6 тысяч школьников. Среди них 8 учеников из Сарова. Они примут участие в вочных мероприятиях и поборются за выход в финал. Большая перемена длиною в 6 месяцев. Всероссийский конкурс для школьников стартовал в марте и закончится в конце октября. Большинство мероприятий проводились в дистанционном формате. Старшеклассники могли выбрать одно из девяти направлений конкурса. Новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, туризм, историческая память. Это первый такой масштабный проект, который представляет возможность школьникам с 8 по 10 класс проявить себя в интеллектуальном развитии, профессиональной ориентации, в определении своего дальнейшего жизненного пути, представлении каких-то своих творческих проектов. В заочном этапе приняли участие более миллиона школьников от 14 до 17 лет. 6 тысяч подростков дошли до полуфинала, который проходит в офлайн-формате в нескольких регионах. Среди полуфиналистов оказались и 8 учеников из Сарова. Школьники отправились защищать свои проекты в Нижний Новгород. Полуфинал включает в себя различные образовательные проекты, защиты проектов. Ребята смогут не только уже общаться с экспертами и обучаться по каким-то образовательным маршрутам, они смогут уже представить свой проект, который они разработали, защитить его, представить. Начались занятия с торжественной церемонии открытия полуфинала одновременно в трех округах – Федеральном, Южном и Привожском. Впечатлениями от первых дней полуфинала поделились школьницы Екатерина Торопова и Ксения Зубова. Обе девушки работают над кейсами в номинации «Твори». На открытии стояла творческая и дружеская атмосфера. Мы познакомились с новыми людьми, с схожими интересами, с разных районов нашего федерального округа. На церемонии открытия перед участниками проекта выступили популярные артисты, с некоторыми был организован телемост. Скоро у нас начнется образовательная программа, где нас разделят на команды, и мы приступим к решению кейсов. Мы получаем огромное удовольствие от пребывания здесь и сделаем все, что возможно, чтобы пройти в финал. Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями – 300 учеников восьмых-девятых классов и 300 десятиклассников. Последние получат приз в размере одного миллиона рублей, которые смогут направить на оплату обучения, ипотеку, бизнес-стартап и баллы для поступления в ВУЗ. Ученики восьмых-девятых классов получат по 200 тысяч рублей. Все финалисты конкурса получат путевки в Артек. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения. 13 сентября в Сарове пройдут выборы депутатов Городской Думы седьмого созыва. Досрочное голосование на всех избирательных участках идет со 2 сентября. Участки в субботу будут работать с 14 до 18 часов. До 11 сентября дать свой голос можно будет с 16 до 20 часов. 13 сентября выборы продлятся полный день – с 8 утра до 8 вечера. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили саровчан, проголосуют ли они на выборах. Большинство опрошенных не пойдут голосовать. Проголосуют в день выборов 31% респондентов. Вариант досрочно выбрали 21% участников опроса. 17 пригородных поездов начнут останавливаться у аэропорта Стригина в Нижнемного городе с 11 сентября. Трансфер пассажиров с железнодорожной платформы к аэровокзалу обеспечит специально организованный шаттл. Расписание его движения синхронизировано с восписанием железнодорожного транспорта. У жителей Павлова, Богородска и Арзамаса также появится возможность доехать до аэропорта Нижнего Нограда на пригородных поездах. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Специалисты приступили к подготовке выкупа у собственников 92 гаражей, снос которых необходим для строительства дороги к новой детской поликлинике. На эти цели в бюджет заложено более 50 миллионов рублей. Сейчас в администрации уточняют реквизиты, на которые будут перечислять деньги. Всем собственникам указанных гаражей необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом по телефону 99050 или 97771. Управление Федеральной службы по ветеринарному надзору сообщает, что благополучию домашних хозяйств может угрожать распространение гриппа птиц. Владельцам частных подсобных хозяйств рекомендуют приобретать птиц, корма и другую продукцию только в официальных торговых точках, а также не допускать контакта своих животных с дикими. При возникновении подозрения на заболевание животного гриппом птиц следует незамедлительно сообщить об этом специалистам и изолировать особь. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 831 435 5158. В эти выходные 12 и 13 сентября на стадионе «Авангард» пройдет турнир по спортивному пейнтболу «Ядерный удар-2020». К участию приглашаются команды в составе работников подразделения «РФИАЦ ФНИЭФ», а также неработающие пенсионеры, имеющие право выступать за подразделение последнего места работы в ядерном центре. Турнир пройдет по круговой схеме. Начало в 9 часов утра. Вход свободный для лиц старше 6 лет. Клуб волонтеров «Инсайт» в сентябре отмечает 15-летие. За это время сменилось несколько руководителей. Выросли первые участники, им на смену пришли новые. «Инсайт» не раз становился победителем волонтерских конкурсов, создавал и притворял жизнь проекта, направленный на популяризацию здорового образа жизни. Подробности в следующем репортаже. Зато за мир улыбнись, малыш, здоровье бездна, танцы без перекора. Лишь часть событий, которые организовал волонтерский клуб «Инсайт». В этом году ему исполнилось 15 лет. За это время активисты успели поучаствовать во многих городских и всероссийских акциях. Григорий Крайнев пришел сюда студентом. Тогда он еще не предполагал, что добровольчество станет его основной деятельностью. Со временем «Инсайт» пополнялся активистами разных возрастов. Больше года назад Григорий стал руководителем. Изменился, так скажем, возрастной состав. Если раньше это, когда я начинал был волонтером, в основном это были студенты, то сейчас это не только студенты, присоединились еще школьники и работающие люди. Совместно с другими организациями города волонтеры проводят праздники, флешмобы, субботники и сборы средств. Совместно с клубом «Инсайд» мы организовывали акцию «Зато за мир». В рамках Дня солидарности и борьбы с терроризмом мы привлекли волонтеров из клуба «Инсайт» и своих волонтеров-студентов. Провели, скажем так, подготовку от А до Я и изготовление символа голубь мира. Для активистов «Инсайт» стал не просто клубом добровольчества. Это площадка, где ребята могут развить свои организаторские способности, творческий потенциал, найти новых друзей. Ульяна Скородумова в клубе всего год, но уже успела набраться опыта во многих волонтерских направлениях, поучаствовать в профильной смене. У всех очень много проектов, которые выиграли гранты, много других каких-то инициатив, и все ребята перспективные. И «Инсайт» – это прекрасное место не только, чтобы волонтерить, а чтобы найти здесь друзей, найти здесь себя, свое хобби. Елена Севцова стала активистом клуба с момента его создания. Пять лет работала руководителем. Изначально «Инсайт» занимался пропагандой здорового образа жизни. Позже стал развиваться и в других направлениях волонтерства. Работу в клубе девушка вспоминает с теплом и трепетом. Начиналось развитие и в событийном волонтерстве. Плюс очень тесно мы взаимодействовали с организацией «Лотос». Это клуб для людей с ограниченными возможностями. Были и совместные вечера, и совместные акции, очень крупный совместный проект. И тем самым мы, получается, углубились в инклюзивное волонтерство. По словам девушки, для каждого участника «Инсайт» становится второй семьей, где всегда рады встречам, всегда можно найти поддержку своих инициатив. В период строгих ограничений клуб приостанавливал свою работу. Сейчас волонтеры снова начали активно участвовать в жизни нашего города. Готовить много всего полезного и интересного для саровчан. Одна нижегородская школа полностью закрыта на карантин по коронавирусу. Об этом в эфире ННТВ заявил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин. Речь идет о школе номер 6 в Иксе. Ее перевели на дистанционное обучение с 7 сентября. Также, по словам Сергея Злобина, на карантин по COVID-19 закрыто пять классов в четырех школах Нижнего Новгорода и одной школе Арзамаса. Как отметил министр, во всех образовательных учреждениях проводятся противоэпидемические мероприятия. В региональном Минобры выразили надежду, что все дети и учителя выздоровеют, скоро вернутся к учебе и работе в вочном формате. В министерстве отметили, что во время пандемии в детских садах работали дежурные группы, которые периодически закрывались на карантин. Так что опыт по локализации новых случаев заболевания коронавирусом в регионе есть, и он положительный. В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 5218 человек, 159 из них в Нижегородской области. В Сарове зафиксировано еще 10 новых случаев. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, 18 в состоянии средней степени тяжести. Воспитанники театрального коллектива «Крылья» детской школы искусств номер 2 приняли участие в 46-м международном конкурсе театрального творчества «Звездный проект». Его организовал фонд поддержки талантливых детей и молодежи Новосибирска. По итогам конкурса в номинации «Художественное слово» Саровчане получили дипломы лауреатов. Подробности далее. Светлана Надежина учится на театральном отделении детской школы искусств номер 2, третий год. По словам девушки, о большой сцене она не мечтает. Навыки, которые получает на занятиях, она планирует использовать в обычной жизни. Это очень полезно для общего развития, для развития будущего жизни, для постановки голоса, для постановки красивой речи. Во время пандемии Саровчанка старалась проявить себя на дистанционных соревнованиях. В своем выступлении для 46-го международного конкурса театрального творчества «Звездный проект» Светлана сделала акцент на содержании. Девушка читала стихотворение «Баллада о матери» Ольги Киевской. Я вкладывала эмоции, что мне нужно донести мою мысль, как я вижу это стихотворение. Оно затрагивает тему материнской любви, ее величия. И мне понравилась эта тема тем, что она актуальна. И это действительно тема, которую нужно обсуждать. По итогам конкурса Светлана Надежина стала лауреатом третьей степени. Жюри также оценила еще двух воспитанниц театрального коллектива «Крылья» – Дарью Балуеву и Елизавету Рыжачкину. Мы участвовали в номинации «Художественные слова». Ну, художественные слова – это всегда какая-то подача должна быть, эмоциональная подача. Должен быть текст осмысленный, то есть подача осмысленная. Этот конкурс чем примечателен, жюри потом высылает комментарии. И вот один из положительных моментов в комментарии был – это то, что девочки осмысленно произносили текст. Воспитанники театрального отделения обучаются актерскому мастерству, сценическому движению, танцам и вокалу. На занятиях по художественному слову юные соровчане отрабатывают дикцию, дыхание, голос, жесты и мимику при чтении текста. Такой тренинг, как, например, совмещение физического действия со словесным. Детям очень это полезно. Не просто прочитать текст, а еще его инсценировать, каким-то образом театрализировать, чтобы эти жесты были уместны, не выпячивали. И в то же время, чтобы они подчеркивали ту смысловую нагрузку, которую выражает ученик художественным словом. Учащиеся педагоги рады, что смогли начать новый учебный год точно. И надеются, что совсем скоро смогут оттачивать мастерство на сцене перед зрителями. Завершилось первенство Нижегородской области по хоккей среди юношей 2009-2010 годов рождения. Первые игры начались еще зимой, но довести турнир до конца не дала пандемия. В сентябре Оргкомитет дистанционно подвел итоги турнира. Подробности далее. Пять месяцев ожиданий и результатов игры Нижегородского первенства по хоккею подошли к концу. На днях Оргкомитет подвел итоги чемпионата, в котором принимали участие 10 команд со всего региона. В том числе за главный трофей соревнований боролся и хоккейный клуб «Саров-2009». Было три группы. Мы стали первыми в своей группе и вышли в финальную часть соревнований. И там успели сыграть одну игру только. И потом, в связи с этой пандемией, то есть участие в соревнованиях прекратили, федерация решила, что «Саров-2009» занял третье место. Попасть в тройку лидеров в первенство хоккейный клуб «Саров-2009» стремился давно. Таким результатом ребята и тренеры остались довольны. Рады они и тому, что наконец-то вернулись на лед. Теперь они могут с новыми силами готовиться к следующему турниру. После подниме было выходить тяжело на лед и было сложно вспоминать упражнения. Было очень приятно, когда сказали, что лед открыт, что можно выходить на тренировки. Было очень радостно. Но первые тренировки были довольно сложными, потому что давно не выходили на лед, давно не играли. Было сложно. В середине октября хоккейный клуб «Саров-2009» отправится на соревнования в Нижний Новгород. Если там ребята займут первое место, то в следующем году они представят наш город уже на всероссийских соревнованиях. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин